Добрый день, инспектор Иванов, Гвардейский район. Сегодня у нас происходит фред с комитетом по природопользованию, инспектор которого присутствует рядом со мной. Он вам сейчас представит удостоверение и задавался несколько вопросов. Но ответы инспектор получает не всегда. Водитель как будто впервые вышел на работу. Какой груз транспортируете? Сейчас я груз везу, это строительный отход. Скажите, пожалуйста, хозяина дачи. Хозяина дачи. Имеются ли какие-нибудь документы, сопровождающие нагруз? Товарно-транспортная, накладная, паспорт опасного отхода. Вот такие же, значит, это. Строительные отходы, как правило, не наносят ущерба окружающей среде. Но штраф от одной до двух тысяч рублей за отсутствие документов водитель все равно заплатит. Вот очередной нарушитель. Есть проект, есть опробы грунта, есть экспертное заключение. А как мы можем это посмотреть? А можете сделать запросы? Ну, запросы я буду делать тогда в рамках возбуждения дела об астративном правонарушении. У водителя отсутствует специальный навигатор, документов на груз тоже нет. Перевозит он грунт. Определить класс опасности таких отходов на глаз невозможно. Сейчас мы отобрали объединенную в робот отходы из кузова автомобиля. Сейчас мы ее перемешаем, положим в банку и проведем в лабораторию анализ на определение класса опасности отхода. Пятый класс опасности это практически не опасные отходы, но степень загрязнения другими какими-то химическими элементами, нефтепродуктами или, может быть, бензопиреном, может быть, зашкаливающая. Анализ займет две недели. Также инспекторам предстоит установить, куда водитель перевозил отходы. Это земля, за забором у которого остановился грузовик, напоминает несанкционированную свалку. Если ее наличие смогут доказать, юридическому лицу выпишут штраф в размере до 250 тысяч рублей. По итогам проведенной работы на этом участке инспекторы выписали три протокола. Такие же рейды сегодня прошли во Фрунзенском и Московском районах Петербурга. Как говорят специалисты, нередко нарушители ловят повторно. Вадим Федосеев, Евгений Чернов, Олег Пильников. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова